МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Гусейн. Здравствуйте. Вы сказали, Московская область, центр тэквондо в стране. Так ли это? Ничего не изменилось? Да, на самом деле это так. Особенно последние 3-4 года мы являемся центром тэквондо России, потому что у нас проходят самые большие соревнования международного уровня и первенства и чемпионата России. Вы президент Федерации Московской области. Какая работа ведется на этом посту? Да, с 2020 года я стал президентом Федерации Квандо Московской области. На самом деле до этого у нас уже, не помню, когда проходил чемпионат России, первенство, и наши ребята ездили в другие регионы на соревнования, и не всем удавалось себя там показать, кто-то волновался. С этих пор у нас прошел чемпионат России, один из самых крупных за всю историю в России. Мы провели МГИМО как раз в Одинцово чемпионат России по взрослым, где как раз после Олимпиады, где сборная России взяла 4 медали, 2 золотых, бронзы и серебро. И они тоже были представлены как раз после награждения нашего президента Владимира Владимира Путина. Они прямо приехали на открытие нашего турнира. И мы провели очень шикарно на большом уровне чемпионат России. И оттуда у нас как раз после 21 года началось все наши соревнования. Прошли, каждый год проходит турнир международного уровня, это Russian Open. У нас уже подряд он 3 года прошел. И намерение на следующий год тоже его провести на высоком уровне. Прошли у нас центральные и федеральные округи, проходит первенство России. Всероссийский турнир у нас стал, мастерский, который каждый день проходит. Именно Ларис Евгеньевна, а затем битва под Москвой, который проходит на Мугимово, Одинцово, где собирает 1500 человек. И в этом году у нас как раз проходят два первенства России. Это юниоры до 15-17 лет, это город Руза. И 1 апреля, по 6 апреля пройдет первенство России по молодежке до 21 года. Это у нас в волейбольном центре, как раз пройдет в Одинцово. А сложно совмещать организацию спортивных крупных мероприятий с тренировочным процессом. Ведь тренировки у спортсменов, они должны идти бесперерывно. Да, на самом деле это очень сложно для этого. Хорошо, что есть ребята, спортсмены, которые были, они стали сейчас тренерами, они очень помогают. Мы как бы делегируем на них свои обязанности. Как бы общую картину сборной, как готовиться, мы там в начале года, конец года определяем, как будем готовиться. И уже у ребят тренировок есть конкретные задачи. И вот мы взрослые команды, два тренера юниора, два тренера юноши, и мы разделили каждую женскую, мужскую команду. И у нас получается в каждом возрасте есть по два хороших тренера, которые из сборной Московской области, которые уже знают, куда готовиться, приходят, советуются, показывают. Но основная работа эта их происходит. Я больше, конечно, занимаюсь международными соревнованиями, занимаюсь как бы развитием тэквондо в области, ну, большие бумажные работы, больше как бы развитие, открывание новых залов, тренировок, семинаров, тренерских семинаров, судейских семинаров. Именно вот таких открытых у нас. Вот впервые, как в Одинцовском округе, у нас в прошлом году прошла школьная лига тэквондо. Это вот именно тэквондо в школах. Ну, такие проекты новые, которые мы реализуем, и становятся очень популярными в тэквондо в Московской области. Есть спортсмены, например, которых вы все-таки лично тренируете? Вот берете под свое, так скажем, крыло и занимаетесь тренировочным процессом? Да, есть спортсмены. Мы как бы те спортсмены, которые более одаренные, которые мы видим, да, и берем. И есть юниоры, и есть юноши, и основном это взрослая команда. Потому что взрослые ребята, они дополнительно нуждаются, как бы поддержки, постоянно надо с ними ездить на международные соревнования. Да, таких человек, где есть, есть ребят, которые под контролем у меня, постоянно под контролем, я каждый день смотрю, как они тренируются. Если даже меня нет, у меня сбрасывают видео их. И я практически всегда присутствую на их тренировках. И утром, и вечером стараюсь прийти быстро. У нас как бы утром тренировок в 9 утра, и вечером уже там 8 вечера. И за это как бы днем работа успеваю, вечером и утром на тренировках стабильно тоже посещаю. Ну, вы тренер с богатым опытом. Вот сколько, кстати, вы на тренерском поприще уже? Да, уже 24 года как работаю как бы тренером. Ну, уже большой стаж. Вот потенциал спортсмена, у которого есть хорошее спортивное будущее, можно увидеть сразу или все-таки нужно какое-то время для этого? Ну, большинство, да. Это можно, ну, не с одной тренировки. И 2-3 тренировки. Один день бывает человек с хорошим настроением, думает, что он такой, а на следующий день думает. Ну, думаю, 2-3-4 тренировки, и мы уже, человека, можно определить на самом деле, что с него получится. Ну, конечно, из тех условий, что он будет тренироваться, как ему скажут или как положено. А так, да, большинство, 90% ребят, мы сразу понимаем, что с него получится. И что, ну, есть такие, которые своим упорством добиваются и показывают, что да, мы тоже могли. Ну, ну, есть разные. Ну, большинство можем понять, есть какие у него физические данные, какая реакция, какие мышления. Ну, вот, кстати, какие качества еще помимо физических развивает тэквондо? Ну, тэквондо, такой вид спорта, обязательно надо быть умным, да. Как бы там физически сильно ни было, если нету логики, нету, как бы, разума, такое именно для спорта тэквондо, там, надо, как бы, хорошо играть в шахматы даже, да. Потому что тэквондо очень быстрый вид спорта, и здесь очень логика нужна. Как бы здесь просто гора мышц, она не поможет. Обязательно должен быть спортсмен тэквондист, он развит именно и морально. Давайте поговорим об успехах ваших подопечных. Какие трофеи удалось привезти? Да, у нас за последние 3-4 года очень много, как бы, медалей. На самом деле, до последнего чемпионата России, который у нас проходил в Нальчике, у нас в этом году 4 золота, ни одной команды в России нет 4 золота. Получается, ну, общей командой мы там заняли 2-3 место, потому что в других регионах были 5-3-6 места, там, ну, количество людей где-то больше. А так 4 золота ни у одной команды в России не было. Мы, да, взяли 4 золота, это только на прошлом чемпионате России. В этом году готовимся. Думаю, мы хотим его, как бы, подтвердить такой же. А так, на самом деле, у нас есть чемпионы Европы, призеры Европы, международных соревнований очень много. В сборной России в Московскую область входит 19 спортсменов. Это очень большой, как бы, у некоторых регионов даже один спортсмен там еле входит. Ну, вот сейчас самое такое, самое значимое для нас, это проходили европейские олимпийские отборочные игры в Болгарии, в Софии, где в Париж 2024 отбирали спортсмен. Да, у нас попала девушка Хамполина, она является у нас пока вторым зачетом. Но, как бы, мы еще, как бы, своих не выросли на такой уровень. У нас есть чемпионы Европы, чемпионы. Ну, я думаю, к следующей Олимпиаде у нас уже будет свой спортсмен, который вырос с детства и жил здесь, в Московской области. Да, вот у меня как раз опередили мой вопрос. Конечно, мечта любого тренера и спортсмена – это Олимпийские игры. Впервые сборная Московской области выиграла, так скажем, путевку на Олимпиаду в Париж. Вот как удалось это сделать и кому? Каким спортсменам? Да, у нас на этот были возможности попасть к другим спортсменам. Были так, Бага у нас, я сам нашел, ребята. Была Реднинская, которая в прошлый раз у нас, как бы, уже отбиралась. Лизавета в этом году, она получила травму, у нее как раз колено. И это попала у нас Хамполина, она уже 4 года выступает за Московскую область. Вторым зачетом, первым зачетом у нас Ростова. Сама девочка. И вот мы долго, как бы, работаем этим, где надо. Мы помогаем. Но девушка занимается, вина сборной России. И были возможности попасть прямой в международный рейтинг. Так как у нас получилась проблема, что нас отстранили от некоторых международных соревнований. Его спортсменам не получилось набрать очки в мировом рейтинге. И вот и попали мы на отборочные Олимпийские игры, как раз европейские отборочные. И вот она смогла там добить путевку. И она является, ну, как бы, Московская область впервые будет представлена на Олимпийских играх. Но для кого-то это большая, как бы, заслуга, удача. Для кого-то, может, и так, но всего с России представляет на Олимпийских за 4 года, это всего 4 спортсмена. Конечно, для нас это большой успех, на котором уже будут, наверное, другие равняться, молодые дети, спортсмены. И я думаю, что у нас будет больше и больше объем. Да, вы правильно сказали, что многие виды спорта сейчас сталкиваются с тем, что они не могут поехать ни на Олимпийские игры, ни на какие-то чемпионаты Европы и мира. Вот как у вас складываются отношения вот с этим международным сообществом спортивным? Да, у нас международная федерация Тэквондо очень хорошее отношение. Мы очень близко с ними общаемся, дружим. И, на самом деле, именно благодаря нашему президенту Совета Тэквондо России, Терехов Анатолий Константинович, он очень близко общается как раз с президентом Федерации Всемирного Тэквондо, доктором Чо. И, получается, является вице-президентом мирового европейского Тэквондо. И это нам очень помогло, как бы, удержаться на плаву. Ну да, мы не выступаем на всех соревнованиях, но такие именно как отборочные и такие важные соревнования нас, как бы, допускают. Ну, резервы там юноши, юниоры нас нигде, не везде выпускают. А именно те спортсмены, которые должны были попасть на Олимпиаду, нам дали шанс. Вот дали Китай, там был там как раз Кубок Большого Шлема, чтобы попасть у нас там. Оттуда попал человек на Олимпиаду, на Сларин как раз. И вот три спортсмена попали именно на европейское творчество. Именно за то, что Россия является одним из мировых лидеров Тэквондо. Потому что в прошлый раз в Токио мы сделали первое командное место. Два золота, бронза, серебро ни одна команда не смогла сделать, и мы были первыми. И такие хорошие отношения мы, потому что проводим и соревнования на больших уровнях, и выезжают спортсмены, как бы, благодаря президенту Федерации России мы смогли вот так удержаться на плаву. А кто все-таки главный конкурент сборной России в мире? Главный конкурент сборной России в мире, это, конечно, также Корея, которая всегда, она была и есть, как бы, однокузница. Также Иран, также Турция, Франция, Испания. Ну, Тэквондо Европы очень сильно развита. Вот те страны, которые Италия, Франция, Испания, Сербия, и эти такие именно гиганты, которые очень сильно развивают, культируют у себя именно Тэквондо, именно и женское Тэквондо. Что скажу одно из таких, что в мире 50% Тэквондо занимается женским полом. Потому что здесь руки и ноги не ломают, не крутят, и в основном все так, все стройно. И большинство у нас, популяция среди женщин очень высокая. И получается, что в Европе очень сильно развита именно Олимпийское Тэквондо. Ну, мы будем следить за нашими спортсменами, обязательно будем смотреть Олимпиаду. Это огромное вообще событие для Московской области, для Тэквондо. С 14 по 20 марта пройдет первенство России по Тэквондо в Рузе. Расскажите, сколько спортсменов примет в нем участие, и как удалось подготовить спортсменов? Да, на самом деле мы взяли на себя такой риск, в этом году провести два первенства России. И первое первенство как раз у нас пройдет в Рузе, под Одинцово, как раз соседи нам. И были риски, что мы не сможем на высоком уровне провести первенство России. Но там находится как раз большой центр плавания. И мы смогли договориться и сделать там большой вот это первенство России. Будет участвовать около тысячи спортсменов. И это именно по которым прошли отборы в своих регионах, как бы юниоры 15-17 лет. Подготовка у нас вроде бы все хорошо прошло. У нас команда очень большая. У нас почти где-то 25 человек в сборной получает. На каждый вес у нас выступает по два спортсмена. И так как мы являемся принимающей стороной. И я думаю, что мы ниже пятого-седьмого места здесь не отпустимся. Может и первым станем. Подготовка у нас была целенаправленно. Мы с января готовились. Прошли два сбора хороших. Потом пошли подготовку. И были много соревнований ЦФО, внутренние соревнования. Я думаю, мы должны показать хороший результат. После этого сразу как бы что-то накладно получилось. В дальнейшем мы попробуем это все по-другому сделать. Что получается, мы готовимся к этому соревнованию. У нас параллельно сразу соревнования. Только закончим мы РУЗУ. Через неделю у нас начнется в Одинцово первенство России по молодежке. Там как раз до 2021 года. Но там, я думаю, мы должны стать первой командой. У нас молодежь до 2021 года и взрослые очень сильно в России. И есть такое предположение, что мы будем первое командное место возьмем, именно которое пройдет молодежь до 2021 года. Потому что там уже тоже у нас будет представлено больше 25 спортсменов. И они хорошего на высоком уровне. Расскажите, кто вам помогает в этих всех масштабных мероприятиях? Да, у нас есть по психическому совету такая Лариса Евгеньевна Лазутина, герой России, все ее знают. И, конечно, Министерство спорта, администрация города, где именно ходят. Но, основное, хочется самое главное отметить нашу Ларису Евгеньевну, которая в этом году для спортсменов... У нас, как выйти из спорта, у нас жилеты, носки, все электронные. У нас, как бы, честное судейство, все убивается. Эта электроника очень дорогая. Для того, чтобы выступать на ней, надо купить специальные электронные носки. Только одни носки там 10 тысяч стоят, а электроника на больших денег стоит. И у нас нет возможности закупить ее, чтобы она могла у нас... Чтобы на них, как бы, тренироваться. И вот Лариса Евгеньевна нам помогла закупить таких 6 жилетов, 6 шлемов, которые мы могли бы на тренировках уже отрабатывать. Уже, конечно, другой уровень сразу ребят становится. Потому что, когда мы приезжали на соревнования, мы били, и у нас не выходил балл, и мы не понимали, почему он не выходит. Вроде ударили сильно. А ЭАС на электронных жилет, конечно, своя техника. И вот благодаря нашей, как бы, Павчинскому совету Ларисе Евгеньевне, она нам приобрела вот это оборудование, на которое мы сегодня тренируемся в зале. Большое благодарность, спасибо, что есть люди, которые не забывают именно детей, которые вырастут и станут тоже большими людьми, которые помогут другим. Гусейн, спасибо вам за беседу. Спасибо, что вы не забываете про нас. Далее новости спорта. Оставайтесь на ОТВ. Хорошая растяжка и наработанные удары правой ногой считает своим преимуществом Софья Заворыкина в тэквондо 7 лет. Начала постигать азы восточного единоборства по спортивным меркам поздно в 13. Но тем упорнее ее настрой и, кажется, с волнением тоже справляться научилась. У меня тренер раньше говорил, что нужно не думать. На чистую голову все лучше получается. Я стараюсь вообще отключаться, не мыслить, что там у меня бои или еще что-то. Просто выхожу уже на корте, думаю и работаю. Проявить себя и свои способности предстоит на первенстве России по тэквондо среди юниоров. Престижный турнир пройдет с 14 по 20 марта в Рузе. Более тысячи спортсменов из разных регионов страны будут бороться за призовые места. Мы уже прошли несколько этапов подготовки. У нас была физическая подготовка. Сейчас у нас уже предсоревновательный этап. У нас будет уже снижение нагрузки. Завтра спортсмены будут проходить мандатную комиссию. И уже 15 числа первый день соревнований. Сейчас, когда вы с парнем делаете, до марта еще засчитывали срочную технику. Около 20 наших спортсменов будут выступать на первенстве России в марте. А далее небольшой перерыв и новые соревнования, которые пройдут в начале апреля в Одинцово. По мнению старшего тренера, его подопечные к ним готовы. Физически они все готовы. Главное, чтобы у них психологически было все в порядке. Стараюсь объяснить, что они выходят делать свою работу. Не просто у них поединок, они выходят драться. А они именно делают свою работу. То есть, вне зависимости от того, они пропустят или возьмут балл. Не нужно на это обращать внимание. Пропустили, ничего страшного. Взяли то же самое. Нужно сохранять клаван крови и продолжать делать свою работу. Поднять на недосягаемый уровень тэквондо в стране и в мире. Такие задачи ставит перед собой Федерация Московской области во главе с президентом Гусейном Магомедовым. Несмотря на все притеснения со стороны международного сообщества, к своим целям идут уверенно. Татьяна Верняковская, Денис Харламов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Это сейчас спортсменки Арина Вуйтикова и Валерия Исакова слаженно играют в паре. Задачи, поставленные тренером, выполняют хладнокровно. А в финале первенства Московской области эмоции зашкаливали. Сражались друг с другом. Это было довольно-таки тяжело играть против своей напарницы, против своей подруги. Ну вот, чисто морально было тяжело играть. Ну и физически тоже нелегко было. Валерия Исакова в копилке спортивных достижений имеет более 50 медалей. Призер всероссийских соревнований и различных первенств. На турнире в Раменском заняла второе место. Проигрывать подруги, конечно, обидно, но и не только подруги. Когда игра идет, то вне зависимости от твоего друга или подруга, то ты должен играть, ну, как умеешь и стараться. Воспитанницы тренера Андрея Ашмарина обошли более 80 сильнейших спортсменов из разных регионов России. Каждая боролась за право представлять свой регион уже на национальных соревнованиях. Это все-таки был важный отбор, да, поэтому мы к нему тоже готовились. Поэтому это отбор не только на первенство России, потому что сейчас правила стали строгие, и только призеры попадают на первенство России. Но нам надо было еще, естественно, попасть в команду Московской области, потому что у нас, я думаю, сильнейшая команда Московской области. Предыдущий год назад в первенстве России Московская область в команде выиграла первое место. Еще сразу на средскую, еще одну средскую. Здесь шаг, выбивание, хорошо. Опять стоишь, смотришь, опять стоишь, смотришь. Ко всем стартам готовятся на пределе своих возможностей. По словам Андрея Ашмарина, дисциплина на первом месте. Шесть тренировок в неделю, ОФП, тренажёрный зал. И это далеко не всё. Смотрим, как играет топ-10 мировых звёзд. Очень много разбираем. У нас азиаты лидируют. Много разбираем корейских игроков, индонезийских игроков, всех чемпионов мира и олимпийских чемпионов. Тренер говорит, бадминтон вышел на пик своего развития. Сейчас идут соревнования за счёт совершенствования ракеток, валанов и струн. Но Одинцовским спортсменам есть что предложить. И грядущая спартакиада станет хорошей возможностью это доказать. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Счастливой в Реви выпал лингвистической гимназии в начале учебного года. Наставником их волейбольной команды стал главный тренер клуба «Заречья Одинцова». И вот профессиональный спортсмен проводит мастер-класс для ребят. Наверное, просто надо людей, ну, какое-то новое, наверное, знаете, поймать какой-то новый момент в историю новую какую-то, чтобы они поняли вот этот, ну, драйв. Пользуясь, так сказать, служебным положением, Константин Сидоренко привёл на мастер-класс трёх помощниц. Самая юная, 16 лет, участница клуба Мария Николь Дворникова. Самый высокий игрок российского волейбола Валерия Козлова, 2 метра 6 сантиметров. И Мария Бугаева, спортсменка с самым большим игровым опытом в клубе. Даже на переменных начали играть, прибегать, играть в волейбол. Мы с удовольствием ходим на все матчи. И наши дети приводят родителей, бабушек, дедушек, чтобы болели за нашу любимую команду. В 3-4 раза увеличилась посещаемость матчей за речью Одинцова, рассказывает директор клуба Демьян Сидоренко. Сейчас спорт находится в поиске своего места в новых политических условиях. Нет международных соревнований, надо заново отвечать себе на вопрос, зачем теперь нужны профессиональные клубы. Раньше был спорт высших достижений, перекрыли, значит, мы должны стать двигателем массового спорта. И вот наша задача, да, максимальное увеличение детей в волейбол, интересы к этому волейболу. На мастер-классе гимназисты не просто получили советы от специалиста. Спортсмены отработали некоторые задания. Грандиозные волейбольные эстафеты, которые пройдет 31 марта, на площадке клуба «Заречье» Одинцова. В большом празднике примут участие десятки команд школьной лиги и волейбольной семьи. Судя по репетиции, это будет не только азартно, но и весело. Тимур Гайзин, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.